Приветствую вас. У недовольства и у раздражения есть свои причины, как это ни странно звучит. И вам в первую очередь нужно обратить внимание на эти причины. Раздражение и недовольство традиционно характеризуют факт того, что человек, скажем так, несколько игнорирует себя, несколько игнорирует свои желания, несколько игнорирует то, что ему важно, то, что он хочет. И раздражение и недовольство свидетельствуют о том, что в мотиве, именно вот в мотиве человека, присутствует что-то еще, помимо его собственных желаний, помимо его собственных стремлений, и помимо того, что человеку нужно в целом, помимо того, что он сам хочет для себя. Вот. Это первое. С другой стороны, раздражением и недовольством человек может достаточно легко себя наказывать. Бывает и такое. Это не всегда, скажем так, очевидно. Вот. То есть не всегда очевидно, что человек себя пытается наказать. Вот. Но, в общем-то, это бывает довольно редко, когда происходят подобные неприятные вещи. То есть, если человек себя обесценивает, человек-человек-человек, например, считает, что, к примеру, допустим, он, человек, должен страдать, и он, собственно, делает все, чтобы страдать. Вот. Потому что, если он страдать, например, не будет, вот, то... Ну, как бы... Развлекает вопрос. А... Что тогда... Что тогда делать? Вот. То есть, вполне вероятно, что вы и не привыкли жить, вот, не страдая. Ну, к примеру, опять. Вот. То есть, я... Как бы... Я не утверждаю, наверняка, да, я не знаю, но... Как бы причины такие. Вот. А в первую очередь, что нужно... Соотнести... Соотнести... То, что вам хочется с тем, что есть на самом деле. Вот. Видите... Основание для вашего такого раздражения. Основание для вашего недовольства. Вот. И... Дальше уже... Смотреть, что вы можете... Что вы хотите с этим делать. У... Некоторых людей... Вот не... Ну, некоторые люди... А... Не все. Не все. Но некоторые люди... Они... Весьма... Болезненно реагируют... Эээ... На то вот... Когда... Эээ... 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 Начинается вывод... Из... Эээ... 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 Некоторую выгоду вы получаете благодаря вот этому, такому положению, благодаря такой позиции, благодаря такому состоянию вашему. Повторюсь, я не утверждаю наверняка, я не говорю, что это 100% так, но на мой взгляд это вполне реально. Поэтому, собственно, я рекомендовал бы вам начать, именно начать, вот с этих моментов начать. А дальше уже будет видно, куда вам двигать, в каком направлении и так далее. Вот, но если вы можете, скажем так, зафиксировать для себя, что в целом вы весьма тяжелы на перемены и на подъем, если вы боитесь риска, то 100% вы будете сопротивляться. Нужно понимать, что и сам риск, ну вот, сама вот эта вот, сама ситуация, которая может быть для вас рискованной, да, она, эта ситуация, ну не обязана быть экстремальной, скажем так. Так, то есть ей достаточно быть просто новой для вас. Вот. Вот. Вот такой ответ я мог бы вам дать. Поскольку вопрос достаточно короткий у вас, вот, то волей-неволей приходит мысль, а насколько вы заинтересованы в том, чтобы проблему решить. Да. То есть как-то нет ощущения, например, нет ощущения, что вы готовы вкладываться в решение своей проблемы. Нет ощущения, что вы готовы ее решать. А, при этом вы, ну, вот, спрашиваете, что делать, да? То есть вы действительно считаете, что есть некий универсальный способ, который может помочь вашу проблему решить? Нет, такого, такого способа нет и быть не может, потому что все индивидуальные люди, все уникальные, у всех своя история, у вас вся история своя. Поэтому я не думал, я не думал, что, ну, можно вам, ну, какие-то такие универсальные вещи говорить, если такого не хотите, чтобы это было там банально, банально или как-то еще. Вот, а, совершенно очевидно, да, вам, ну, совершенно очевидно, что вам придется, ну, вот, в своей жизни что-то менять. Вот, хотите ли вы этого, готовы ли вы к этому, к этому? УСКОВОЛОВА-КОВОЛОВА-КОПИРАСЬСКИ негативного страха. Но момент в том, что страх это то, что вызывает агрессию. Именно агрессивность появляется при наличии страха, а агрессивность мешает, очень мешает сопротивление. То есть, в целом, нужно работать, нужна ваша история и дальше уже смотреть, чем можно вам помочь при условии, если вы действительно хотите свою проблему решить. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.